По доброй традиции в дни праздников нотариусы Брестского нотариального округа проводят бесплатную консультацию граждан. Горожане охотно обращаются к специалистам, ведь нотариусы непредвзяты и юридически подкованы, и они гарантируют объективность и юридическую правильность оформления ваших документов. 15 мая этого года в рамках акции «Доступное право» нотариусы Брестского нотариального округа проконсультируют бесплатно граждан, обратившихся за консультацией, по любым вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. На сегодняшний день обратились три семьи многодетные. Консультирование осуществлялось по вопросам отчуждения недвижимого имущества, оформления наследственных прав, а также заключения соглашения об оплате алиментов. С каждым годом все более популярной процедурой становится составление брачных договоров. Нотариусы заверяют, что документ – это способ решения споров и урегулирования личных, неимущественных или имущественных прав и обязанностей, а не символ недоверия супругов друг к другу. Такие понятия, как брак и семья, они неразделимы. Собственно говоря, кодекс так и называется – Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. И вот, например, в 1999 году вступил в силу новый кодекс, который предусмотрел возможность заключения брачных договоров. До этого в советской Беларуси не было такого понятия. Но это понятие древнее, оно было в статуте великого княжества литовского. И вот теперь к этому возвращаемся. То есть, вот хорошо забытое старое, что называется. Брачный договор – это договор, который направлен именно на укрепление семьи, на определение ответственности супругов друг перед другом, перед детьми. И, значит, количество брачных договоров из года в год растет. То есть, если раньше к этому относились скептически, как-то основное считалось – это моральное начало, а брачный договор – это меркантильно, то теперь все понимают, что это нормально, это современно, это хорошо. То есть, вот роль нотариуса здесь, я считаю, немаловажная – именно разъяснить все возможности. И даже уже, если семья на грани развода, ну, всякие обстоятельства бывают, не сложилось, и даже здесь уместно заключить брачный договор, чтобы потом не тратиться на адвокатов, на судебные процессы и все. То есть, цивилизованным образом разделить нажитое имущество. Еще один популярный семейный вопрос – отчуждение недвижимости и составление завещаний. Как показывает тенденция, родители все чаще переоформляют свое имущество на детей. В большинстве своем родители хотят изначально закрепить право собственности при своей жизни за своими детьми. То есть, передать это право в рамках договора дарения. Мы рассказываем, какие документы необходимо предоставить, какие документы может для родителей при отчуждении имущества собрать нотариус непосредственно. Рассказываем о стоимости заключаемого договора и о порядке регистрации указанного договора. Напомним, что полный список нотариальных контор и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса». Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.